Добрый день! С вами Довина Наташа и это канал компании Таир. Давайте сегодня поговорим об акриловых контурах. Зайдя в магазин и увидев контуры на прилавке, многие думают, что сфера их применения ограничивается созданием точечных и контурных узоров на разных декоративных изделиях. Но это совсем не так. А точнее, совсем не так. Изначально акриловые контуры по твердым поверхностям были разработаны для создания объемных границ при работе с витражными красками. Прозрачные витражные краски восхитительно смотрятся на стекле, пропуская через себя свет. Интересные эффекты можно получить, используя для границ разные контуры. Цветные, металлические или прозрачные. А если брать другие краски, плотные, глянцевые или металлические, то можно добиваться имитации эмалевых заливов. Выглядит иначе, но ничуть не хуже. Точечная роспись. Да, это также классическое применение контуров. Можно использовать обычные контуры, а можно сочетать их с контурами для создания жемчужин, контурами с блестками, клемм для страз. Ширина точки акрилового контура варьируется от 1 до 3 мм. Все, что больше, уже может некрасиво провалить вершинку. Это зависит от пигмента. Для крупных точек полубусин лучше выбирать жемчужные контуры. Имитация разных видов вышивки. Толщина контурной линии похожа на толстые нитки, вроде малины. Так что рисунок будет очень похож на настоящую вышивку крестиком или гладью. А если довольно убористо ставить точки, то это уже будет похоже на вышивку бисером. Имитация кружева. Подобие воздушного и легкого кружева можно создавать исключительно контурами. А если заливать какие-то части краской, то это уже будет напоминать кружево-решилье. Создание фактуры под окрашивание. Контур после высыхания держит объем и его используют в различных рельефных техниках. Можно создавать осознанные узоры в виде резных элементов, листьев, завитушек и сеток. А можно наносить хаотично, выдавливая краску на весу или рисуя руки в свободной манере. Если обрезать носик контура повыше, то из него будет выходить гораздо больше краски. Так можно добиваться более толстых линий. А если обрезать носик вот таким образом с двух сторон, то можно формировать объемные листочки. Когда такие рельефные узоры застывают, их обычно окрашивают. А затем рельеф проявляют, проливая жидкую краску, либо выделяя его сухой кистью. Где применяют контуры? Первое, что приходит в голову при виде контуров – это декор. И правда, контуры Таир обожают мастера рукоделия в самых разных жанрах. Однако художники, которые используют сложные фактуры в своих работах, также прибегают к акриловым контурам. Когда контур высохнет, на него хорошо ложатся и акриловые, и масляные краски. Разные виды контуров можно использовать и для создания эффектов в живописных работах и росписях. Творите с удовольствием и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова